Друзья, всем привет! Сегодня у нас традиционный прямой эфир по понедельникам, который касается гороскопа вопросов. Сегодня будем отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете под постом в моем профиле специальном. Всем-всем привет! Смотрите, хочу вас попросить, пожалуйста, не шлите вопросы в личку. Сразу оставляйте вопросы под постом. Пост, он черно-белый, там я с короткой стрижкой. И вы его сразу в ленте увидите, если чуть-чуть вниз полистаете. Пожалуйста, пишите только там, потому что очень сложно, скажем так, хаос образуется. Вот, я вам скажу следующее. Вообще, почему сегодня важный день? Для меня это очень важный день. Сегодня начинаются курсы астрологии для начинающих. Вечером они начинаются в 18.30. Можно будет учиться онлайн, либо очно в Минске в группе. Вот, так что сегодня я вся в этих подготовках к этому событию. Вот, и... Но все равно для моей любимой рубрики «Гороскоп вопросов» время нашлось. Давайте мы тогда выберем тот вопрос, на который мы будем отвечать. Для тех, кто с нами первый раз, я напоминаю, что... Ну, не напоминаю, а говорю, что «Гороскоп вопросов» — это особенная техника астрологическая, когда мы не заглядываем в гороскоп рождения человека, но исходим из того, что во Вселенной все не случайно, и все происходит мистическим образом в свой необходимый для этого момент. Поэтому мы будем строить гороскоп на момент, когда вопрос был задан. И это будет считаться гороскопом вопроса, гороскопом рождения, как будто бы вот судьбу этого вопроса мы будем рассматривать. Обязательно нужно ставить время, когда ты написал вопрос, потому что у меня не видно в комментариях, когда был оставлен вопрос. Ну вот, давайте что-нибудь сейчас... Так. Сейчас что-нибудь мы разберем. Листаю, что за вопросы вы мне оставили. «Куплю ли я квартиру в Минске в 2019 году?» Семериша 72 задает этот вопрос. 26 августа в 20.33 был задан. Составляем. 26.08.20.33. И мы ставим Минск, так как я получила этот вопрос в городе Минск. Как мы будем рассматривать этот гороскоп? Давайте еще раз прочитаем вопрос. «Куплю ли я квартиру в Минске в 2019 году?» Вопрос задан очень хорошо, потому что он имеет в себе временное ограничение и конкретику максимальную. Поэтому, собственно говоря, мы берем его... Пардон, я вас уронила. Мы берем его в рассмотрение. Итак, первый дом находится в знаке рыб. То есть, это девушка, которая спрашивает. Она в гороскопе показана планетой Юпитер. Конечно, покупка недвижимости — это четвертый дом. Он представлен Близнецами, то есть Меркурием. Теперь мы должны посмотреть, есть ли между ними соприкосновения. Дальше. Мы должны учитывать еще и Луну, потому что Луна всегда является еще одним указателем самого человека, кто задает вопрос. То есть, этой девушке, которая пытается купить квартиру. Ну, планирует. Давайте мы, собственно, посмотрим таблицу. Во-первых, рецепции посмотрим, как одна планета относится к другой. Потому что мы, в принципе, с вами и так знаем, что девушка заинтересована в покупке квартиры. Тут никакого сюрприза нет. Ну, что-то вот не фокусируется. Я прошу прощения. Но тут, давайте, вот это я буду вам показывать. Вот, вот, сработало. Значит, тут, да, возможно... Короче говоря, вторая планета находится в 30-летии и в фасе по отношению к девушке. Это хорошая рецепция. Это, в принципе, дружественное отношение. Напрямую, я так понимаю, аспекта нет. Он уже... Видимо... А, это Сатурн. Меркурий, Юпитер. А, откуда у меня выскочил Сатурн? Ага, вот. Здесь у нас Сатурн. Так, смотрим. Меркурий с Юпитером уже один раз соприкоснулись в аспекте. Ну, это просто... Я думаю, что получится. Потому что аспект, тем не менее, есть. Рецепции хорошие. Поэтому я думаю, да. Ответ — да. Единственное может быть препятствие кое-какое. Это запрет от Луны. То есть... Ну, эта покупка будет чем-то осложнена. В принципе, Луна здесь является показателем денег, которые можно... Прибыли, которые можно от квартиры получить. Либо это всё-таки запрет, который... Да, недвижимость — это четвёртый дом, конечно. Либо это запрет, который девушка... От девушки. Ответ — да, получится, но будут какие-то трудности. Вот так. Выкрутились. Потому что эта Луна, она может говорить о том, что девушка сама может как бы долго думать и размышлять, и это будет препятствием. Либо второй нюанс... Это может быть даже вот... Вот понимаете, если у этой девушки дети... Вот иногда надо звонить дополнительно человеку и уточнять. Потому что если у неё дети, то это может быть запрет от детей. То есть там как бы не получится. Ну, в общем, могут быть какие-то трудности. Но в целом событие должно случиться. Окей, поехали дальше. Буду ли я руководителем... Руководить департаментом клиентского обслуживания в моём банке с января 2019 года? Ирина Азаревич спросила. 26 августа в 20.33. А будет, наверное, тот же практический гороскоп, по-моему, получается. Да, вообще прямо минута в минуту они... Давайте-ка ещё раз проверю. 26.08.20.26 на 3 минуты позже. Ну, там, в принципе, мало что изменит. 20.26. Небольшая разница. Небольшая разница. Окей. Значит, несмотря на то, что гороскоп одинаковый, но сигнификатором работы является, конечно, не управитель 4-го дома, а управитель 10-го. Поэтому результат будет другой. Ну, то есть мы можем рассматривать один и тот же гороскоп на несколько вопросов. Опять у нас получается, что сигнификатор задающего вопрос — это Юпитер. Ну, а, конечно, сигнификатор работы руководителя — это 10-й дом. То есть, грубо говоря, мы будем здесь рассматривать, получу ли я эту работу, работу руководителя. Мы не будем учитывать то, что девушка уже там работает, ну, на какой-то другой должности. И, значит, управитель 10-го дома, он тоже Юпитер. Смотрите-ка, как интересно. Сейчас я вам всё покажу. Значит, первый дом в рыбах, 10-й дом в стрельце, и получается Юпитер. Как бы сигнификатор работы, сигнификатор этой девушки, которая спрашивает, совпадает. В таком случае мы должны рассматривать, есть ли какое-то соприкосновение с Луной. Луна, как мы знаем, это запасной сигнификатор того человека, который спрашивает этот вопрос. И вот мы уже, в принципе, видим по таблице нашей, что Луна с Юпитером будут в гармоничном аспекте через 10 градусов. Поэтому ответ «да», вы получите эту работу. То есть будете руководить, там как, в течение 19... Буду ли я руководить департаментом крестского обслуживания с января 2019-го? Да, будете. Потому что, ну, гороскоп однозначно отвечает «да». Единственное, что, смотрите-ка, есть небольшой нюансик. Вторая планета, то есть планета работы, находится в падении по отношению... Так, подождите. А, Луна находится в падении. Угу. Еще понятно. Ну, окей. Ничего страшного. Почему-то волнуются женщины. Ничего страшного. Да, ответ «да», получится. Стам, подчеркивание, нижняя Натали, спрашивает. 26.08. Спрашивала. Смогу ли я организовать задуманное мероприятие в сентябре 19-го? И мы не ответим на этот вопрос, потому что надо было написать, что за мероприятие. Если это свадьба, то мы будем смотреть одно. Если это, я не знаю, открытие ресторана, мы будем смотреть другое. К сожалению, если, Наталья, вы будете смотреть этот эфир, еще раз задайте вопрос, потому что он считается, скажем так, на данный момент не до конца сформулированным, сформированным. Ага. Значит, вот. Мария, Тре и Лоб. Возможно ли переезд в другую страну, например, в Турцию, и будет ли это для нашей семьи удачным решением? Вот так вот. Давайте мы это. Возможно ли переезд в другую страну, и будет ли это удачным решением? Вопрос задан 26.08, 16.06. Поехали. Так, опять мы с этим одним и тем же гороскопом будем работать с небольшими изменениями. Изменения следующие. Так, я вот это вот все уберу, чтобы вас не смущать. Все, лишнего ничего нет. Так, первый дом, то есть семья девушки, которая задает, это Юпитер Стрелец. Потому что в Стрельце. И, конечно, сигнификатор переезда, это 12-й дом, Управитель 12-го дома. Это тоже Стрелец. Окей. Хорошо мы будем рассматривать не Стрельца, не Управителя 12-го и 1-го. Мы будем рассматривать Луну и Управителя 12-го года. Ну, мы недавно работали по этому гороскопу, и у нас тут получалось, что да, что у них будет ответ, аспект. Поэтому да, переезд возможен, и это будет благоприятно. Как вы думаете, вот те, кто смотрит мой эфир сейчас, почему это будет благоприятно? Два есть тут ответа. Вот. И я хочу слышать вашу версию. Может быть, у вас есть какая-то версия. Те, кто смотрел рассмотрение предыдущего вопроса, они могут догадаться вообще очень легко. В одной стихии? Ну, нет. Нет. Хотя, в принципе, да, это может быть как один из факторов таких дополнительных. Давайте еще парочку предложений. Здесь вот у них, ну, как бы, в Трине они будут друг другу. Аспект Трин. Еще смотрите, в каких знаках Содиака находятся Юпитер и Луна. Повторите вопрос. Значит, вопрос в том, мы, это гороскоп вопроса, смогу ли, есть ли возможность переезда для нашей семьи в другую страну, и будет ли это для нас благоприятно? Мы определили, что да, переезд возможен, потому что управитель 12-го дома, который обозначает иностранные земли Юпитер, и Луна, которая обозначает саму семью эту, они находятся в... У них между ними есть аспект, поэтому, да, это событие может произойти. Я утверждаю, что это будет благоприятно. И спрашиваю вас, почему я так говорю? Юпитер управляет рыбами, где стоит Луна. Да, но это говорит о заинтересованности семьи в переезде. То есть Луна находится в знаке Юпитера, то есть Луна думает о Юпитере, она как бы захвачена им. Это естественная картина, скажем так, для любого гороскопа вопроса. Ладно, не буду вас мучить, на самом деле между ними благоприятный аспект, трин, между этими двумя планетами. Он не напряженный, он очень гармоничный, поэтому и ответ, да, потому что, скажем так, потому что, да, аспект положительный. Это не квадратура, не оппозиция, это очень гармоничный аспект. Поэтому, да, ответ, переезд возможен, очень вероятен и вообще в целом стоит это сделать. Вот так. Ответили мы сегодня с вами на три вопроса. Не будем брать четвертый, потому что сегодня все-таки, как я напоминаю вам, будет курс астрологии для начинающих вечером. И к этому событию нужно тщательно подготовиться. Поэтому на данный момент, кстати, можно присоединиться еще. Первый урок еще не начался, собственно. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, кто решился. Я прощаюсь с вами. Хорошего вам дня. До свидания.